Испытания для счастья Арина долго не могла избавиться от прозвища, которое ее сопровождало по жизни. Детдомовка. «Не дружи с ней, она детдомовка!» Часто слышала она. «Хорошего ребенка в детский дом не заберут, обходи эту девочку десятой дорогой». При этом Арина хорошо помнила свою родную семью. Старенький деревянный домик в умирающем поселке, где с каждым годом оставалось все меньше жителей. И бабушку, которая растила девочку и двух ее младших братьев. Семья считалась неблагополучной. И сюда нередко наведывались проверяющие. Отец детей сидел за сбыт наркотиков, а мать давно уже лечили от туберкулеза в какой-то закрытой больнице. Некоторое время семья все-таки держалась на плаву. Детей жалели соседи, приносили кто старые вещи, кто банку молока. Бабушка трудилась, не покладая рук. Огород да ветхий дом требовали много сил. И все же старушка находила время. И пирожков ребятам испечет, и свяжет им носочки новые, и сказку расскажет. Да и мать в то время была еще жива, и теплилась надежда, что она рано или поздно поправится. Но когда ее не стало, а бабушка, потеряв дочку, резко сдала, семьей занялись вплотную. Как не плакала старушка, как не божилась, что вырастет внуков. Ей не позволили оформить опекунство. Детей разделили. Младших направили в один детский дом, а Арину – в другой. Хотели и бабушку определить в дом престарелых. Но тут она встала насмерть и сказала, что закончит жизнь в родных стенах. Позже Арина думала, что, возможно, в доме престарелых бабушке было бы лучше. Тепло, чисто, не нужно заботиться о еде. Рядом медсестра, которая всегда измерит давление и даст таблетку. Но старушка хотела сохранить какую-то самостоятельность, чтобы продолжать заботиться о внуках, навещать их, приносить гостинцы. В этом плане Арине повезло. Многие ребята, среди которых она теперь жила, не могли добрым словом вспомнить своих близких, а кому-то вообще не довелось их узнать. Были и такие, от кого отказались прямо в роддоме. В Арине же сохранились черты домашней девочки, что так редко встречается у детдомовцев. Она хорошо знала домашнюю работу. Бабушка успела научить ее готовить, убирать, шить, вязать, и привела внучке немудренные правила поведения, которыми сама всю жизнь руководствовалась. Нужно быть честной не только перед людьми, но и перед самой собой. Не пить, не курить, не гулять с кем попало. Трудиться всегда хорошо. Идет ли речь об учебе или вообще о любой работе. Бабушке не стало, когда Арина училась в выпускных классах. Но благодаря любви и уважению к старушке, девушке удалось избежать многих соблазнов. В то время, как ее ровесники умудрялись приносить в детский дом сигареты и даже изредка спиртное, крутили романы и мечтали о том дне, когда вырвутся из казенных стен, Арина добросовестно училась. В сказки она не верила, считала, что может рассчитывать только на себя. А значит, нужно получить специальность. Арина знала, что ей, как сироте, от государства положена квартира. Но рассказывали и воспитательницы, и старшие девчонки, что в очереди можно стоять годами. А ведь жить где-то надо. Арина думала, что будет делать после выпускного. В городе два института, но бюджетных мест там очень мало. Всего пять-десять на потоке, а конкурс с каждым годом все больше. Податься в колледж или лицей? Такие гордые названия носили вчерашние училища. Но и тут были свои подводные камни. На те специальности, которые интересовали Арину, шел платный прием. Оставались преимущественно рабочие профессии. И вот тут девушку отпугивал даже не тяжелый труд, а контингент учащихся. Когда Арина проходила мимо одного из колледжей, она неизменно сталкивалась с парнями, которые или курили у входа, или просто возвращались с занятий, шли ей навстречу. И каждый раз она слышала грубую речь, бранные слова, кто-то пытался к ней приставать, а уж этого она и в детском доме натерпелась. Робкой от природы девочке пришлось научиться давать отпор, отстаивать себя. И все же Арина еще надеялась на жилье от государства и дальнейшие свои планы связывала с его получением. Но мечты ее развеялись, как только девушка пришла в городскую администрацию. И то, чиновница еще пожалела ее и говорила с ней по-человечески. «Долго тебе ждать придется», вздохнула она и предложила Арине чаю. «Для сирот вообще не каждый год жилье выделяют, а тебе еще скажут подождать, пока братья подрастут. А потом постараются отделаться, выделят в лучшем случае однушку на вас троих. Что за жизнь? Ты лучше замуж постарайся выйти за хорошего парня. Вот и будет тебе жилье». «А что? Ты молоденькая, симпатичная». Красавицей Арину вряд ли можно было бы назвать, но девушка выглядела какой-то удивительно милой. Невысокого роста, с рыжеватыми вьющимися волосами, в глазах, несмотря на суровый жизненный опыт, все еще читалась какая-то детская доверчивость. Тогда Арина, сдав выпускные экзамены и получив аттестат, решила пойти работать. Она только приглядывалась к вакансиям, когда ей неожиданно повезло. Девушка узнала, что в престижный отель требуется горничная и записалась на собеседование. Тут и проблема с жильем решилась, к большой радости девушке. Воспитательницы выделяли Арину, считали, что у одной из немногих детдомовских девчонок у нее есть голова на плечах. И одна из наставниц порекомендовала выпускницу своей знакомой. Старенькая женщина жила одна и готова была предоставить комнату той девушке, которая согласится помогать ей по хозяйству в обмен на бесплатное проживание. Арина чуть не запрыгала от счастья и не захлопала в ладоши, когда узнала об этом. Как же все хорошо складывается. Может быть, если она будет честно трудиться и откладывать каждую копейку, к тому моменту, когда братья окончат школу, она сможет взять ипотеку. И тогда они снова будут жить своей семьей. Она приглядит за мальчишками. Арина тревожилась за братьев. Видела, что в детском доме они приобрели немало дурных привычек. А если сестра станет о них заботиться, они и специальности получат, и зарабатывать начнут. Все втроем быстро кредит погасят. Что на государство надеется, нужно самим не плашать. Арина познакомилась с Верой Севериновной, хозяйкой квартиры, и старушка ей очень понравилась. Ничем не напоминала она покойную бабушку. Интеллигентная, утонченная. Но девушка сразу почувствовала, что хозяйка – человек добрый и порядочный. Арина решила, что будет очень стараться. И хотя в первое время случались и неприятные казусы, девушка нечаянно разбила старинную фарфоровую чашку, чуть не потеряла на прогулке хозяйского пуделя. Все недоразумения легко разъяснились. И хозяйка с постоялицей вскоре уже жили душа в душу. На работе же было сложнее. Гостиница находилась в одном из лучших районов города. Зеленая зона, рядом река, лес, а до центра всего 10 минут на машине. Собственно, это не отель был даже, а целый комплекс. Большая территория напоминала райский сад. Здесь отлично потрудились дизайнеры. По вечерам аллеи были красиво освещены. Столовая, деревянная, оформлена как терем в русском стиле. Множество развлечений для постояльцев, и катания на яхтах, и верховые прогулки, и теннис. Словом, даже за границей такой отель по праву получил бы пять звезд. Штат работников был большой, и Арина взялась за дело со всей добросовестностью, на которую была способна. Сначала она убирала номера в главном корпусе, быстро все усвоила, научилась обращаться с бытовой техникой, и вскоре старшая горничная уже не могла ни к чему придраться. Арина трудилась не за страх, а за совесть. Готова была задерживаться, не требуя за это дополнительной оплаты, лишь бы сделать свою работу хорошо. И вскоре ее перевели, приводить в порядок домики. Снаружи они выглядели как нарядные бревенчатые избушки из сказки, зато внутри были оформлены и обставлены по последнему слову. И плазменные телевизоры, и камины, и джакузи. В домиках останавливались наиболее обеспеченные постояльцы. В бесконечной череде дел Арина не замечала, как проносится время. Как-то она подумала, что отель даже осенью сохраняет свою красоту. Газон зеленеет до самого снега, ели и туи остаются нарядными в любое время года. Но не успела девушка мысленно порадоваться, что устроилась в такое место, как на голову ее начали сыпаться неприятности. Началось все с того, что у постоялецы пропали сережки с бриллиантами. Женщина средних лет, подтянутая, приветливая, она не раз улыбалась Арине, когда та входила в домик, чтобы начать уборку. Перебрасывалась с девушкой несколькими словами. О пропаже дама все же заявила в администрацию. «Я хорошо помню, что оставила украшения в шкатулке на столике, а сейчас там не хватает серег», сказала она. Но в конце концов дама махнула рукой на пропажу, не стала затевать скандал. Сказала, что нередко теряет что-то, то карточку, то цацки и уехала. Однако, через несколько дней у другого клиента пропала изрядная сумма денег. Потом у постоялецы исчез айфон и еще у одной женщины «Очень дорогое колье». И тогда Арину вызвали на ковер. До этого она лишь несколько раз мельком видела владельца отеля. Инстинктивно побаиваясь начальства, старалась не попадаться ему на глаза. А теперь ей пришлось сидеть на краешке стула под неприязненным взглядом пожилого грузного мужчины или питать оправдание. Нет, она только вытирала пыль с туалетного столика. Ей бы и в голову не пришло заглянуть в шкатулку. И уж тем более она никогда не лазила по карманам и сумочкам постояльцев, не вытаскивала из них деньги и драгоценности. Кроме хозяина отеля в его кабинете сидела и администратор, блондинка лет сорока. И лицо у нее тоже было жесткое, холодное. «А как ты объяснишь тот факт?» спросила она Арину, что до твоего появления ничего подобного у нас в отеле прежде не было. Как только тебя приняли, так сразу начались неприятности. О чем только в отделе кадров думали, когда детдомовку на работу принимали. Хотя Арина была еще человеком неискушенным, она все же сообразила. Может быть, на видеокамерах остались моменты краж, и там можно увидеть, кто это сделал, ведь весь отель под наблюдением. Шеф побарабанил пальцами по столу. «В том-то и дело, что воришка наш действовал очень грамотно, все записи стерты, а теперь подумай, девочка, что дороже всего для бизнесмена?» Арина растерянно пожала плечами. Ей и в голову не приходило искать ответы на такие вопросы, слишком далеко это все. «Его репутация!» С нажимом сказал хозяин. «Репутация для бизнесмена во многих случаях дороже денег. Ты себе представить не можешь, сколько усилий я приложил, чтобы уладить то, что произошло». «Да уж», поддакнула Нелли Викторовна, «Мы тут извинялись, уговаривали, оправдывались. Выплатили не только стоимость украденных вещей, но и моральную компенсацию. Сказать страшно, какие это деньги». «Так что, меня теперь посадят в тюрьму как воровку?» Это было единственное, что пришло в голову Арине. «Нет, дорогая», язвительно сказал шеф. «Это был бы не лучший выход для нас. Конечно, не составило бы труда передать тебя полиции и добиться обвинения на суде, но тем самым мы признаем, что оказались недальновидны и приняли в штат воровку. Нам перестанут верить клиенты, а вдруг и другие наши работники такие же. К тому же, кто вернет понесенный убыток?» «А сколько там?» обреченно вздохнула Арина и ахнула про себя, услышав итоговую сумму. «Но у меня все равно никогда не будет таких денег и кредит не дадут». «Может, у тебя что-то осталось?» предположила Нелли Викторовна. «От того, что украла. Продашь и хотя бы частично покроешь долг. Признайся уж честно, все равно теперь не скроешь». При этих словах Арина закрыла лицо руками и разрыдалась. Через несколько мгновений она услышала, как шуршат бумаги. «Вот что», сказал шеф, «сейчас напишешь расписку о том, что будешь два года отдавать всю зарплату в счет погашения долга. Придется работать в отеле бесплатно». «Как?» «Мы тоже хотим сохранить тебе репутацию. Молодая еще, вся жизнь впереди. Мы сказали, что вор посторонний человек объявлен в розыск. Раз ты осталась тут работать, никто на тебя и не подумает. Но за это ты станешь трудиться бесплатно, а твоя зарплата пойдет в счет погашения долга. Или все-таки предпочитаешь суд и тюрьму?» Домой в тот день Арина пришла убитая. Все валилось у нее из рук. Она вспомнила, что обещала Вере Севериновне вымыть окна, но старушка только руками замахала. «Бог с тобой! Я что, не вижу, как у тебя руки дрожат? Не хочу вмешиваться, но, наверное, что-то случилось. Дорогая, не нужно сегодня ничего делать. Иди, посиди в теплой ванне и ложись спать пораньше». Арина долго плакала, сидя на краю ванны и включив воду, чтобы старушка не услышала ее рыданий. Наконец, она постаралась взять себя в руки. Мысленно сказала, что случаются ситуации еще хуже и нужно не ныть, а искать выход, то есть возможность заработать себе на жизнь. Последующие месяцы были самыми тяжелыми в жизни Арины. Никогда в жизни ей не приходилось столько трудиться. Она не брезговала никаким заработком, выгуливала собак, раздавала листовки, нанималась убрать квартиру после ремонта, уходила на рассвете, возвращалась одним из последних автобусов, а в выходные старалась наверстать то, чего не сделала для своей хозяйки за неделю. Мыла, драила, стирала. «Деточка, от тебя остались одни глаза». Вера Севериновна прижимала руки к груди. «Оставь ты этот ковер, ничего с ним не сделается, если ты не пройдешься по нему сейчас пылесосом. Пойдем лучше попьем чаю с пирожками». Ела Арина теперь очень мало. Утром Наскара делала себе бутерброд. В отеле обслуга столовалась в кафе. Комплексный обед для персонала был дешевым, и девушки этим пользовались. Но Арине было не по карману. Она покупала что-то типа лапши или супа в пакетиках и заваривала себе в кружке. И если бы не Вера Севериновна, которая чуть ли не насильно усаживала девушку вместе с собой ужинать, Арина бы, наверное, начала падать в голодные обмороки. Тем временем дела у хозяина отеля шли не лучшим образом. О том, что в гостинице могут украсть ценные вещи, узнал весь город. И прежние богатые клиенты предпочитали останавливаться в других местах. Горничные начали поговаривать о том, что штат возможно сократят. Арина знала, что она не взяла в чужих номерах даже булавки, ей не в чем было себя упрекнуть. Она думала о том, что настоящий вор все еще ходит на свободе. И что будет, если случится новая кража? Отдадут ли ее все же под суд? Или просто увеличат долг, который с нее причитается? Ловушка. Причем девушка не видела из нее выхода. Арина давно уже не убирала домики. Теперь ей доверяли только номера класса эконом. Они находились под самой крышей, в коридоре тут не лежала ковровая дорожка, номера были маленькие и обставлены лишь самой необходимой мебелью. Здесь стелились командировочные попроще, небогатые туристы. Но Арина трудилась не менее старательно, наводя уют в этих скромных комнатках. Ей было даже легче здесь, вряд ли клиенты привезут с собой ожерелья, которые стоят баснословно или айфоны по заоблачной цене. Но однажды девушке пришлось подменить горничную, которая убирала люксы. Неужели больше некому? Пыталась отказаться Арина. Да ты что, это же удача! Удивилась старшая горничная. Тут хоть на нормальные чаевые можно рассчитывать, а те, которые селятся в мансарде, небось и десяти рублей не дадут. О том, что произошло с Ариной, в коллективе не знали и все искренне удивлялись, почему девушка не радуется повышению. Хмуро шла Арина на второй этаж, отведенный под люксы. В одной руке она несла ведро с водой, в другой швабру. Девушка думала о том, что предпочла бы подменять посудомойку на кухне, чем убирать барские покои. Неожиданно в Арину кто-то врезался. Ей с трудом удалось сохранить равновесие и то лишь потому, что в последнюю секунду она схватилась за перила. Зато вода из ведра выплеснулась почти вся. Причиной катастрофы стал молодой человек, сбегавший вниз. Он очевидно полагал, что прислуга посторонится и пропустит его. Но судьба тут же наказала самоуверенного незнакомца. Его явно дорогие брюки изрядно пострадали. Содержимое ведра попало как раз на них. Арина и опомниться не успела, как услышала резкий голос Нелли Викторовны. «Смотри, что ты натворила!» «Я?» – поразилась Арина. «Не я же в него!» «Молчи! Надо по сторонам смотреть неумеха!» Испортила человеку вещи. Он, наверное, куда-то спешил. Теперь придется переодеваться, а костюм отдавать в химчистку. Молодой человек смотрел с явным интересом, переводил взгляд царины на Нелли Викторовну, а потом решил вмешаться. «Думаю, ничего страшного не произошло, ведь это всего лишь чистая вода, и девушка действительно не виновата. Я торопился и…» «Нам очень неприятно, что такой инцидент произошел», залебезила Нелли Викторовна. «Обычно в гостинице подобные происшествия исключены, персонал у нас внимательный. Позвольте, когда вы переоденетесь, я отнесу ваши брюки в прачечную, их выстирают и выгладят бесплатно». Дальше Арина не слушала, постаралась проскользнуть мимо этого типа и администраторши. Ей еще столько работы предстояло сегодня. Говорила же она себе, что перевод на другой этаж не принесет ей ничего, кроме головной боли. «Арина» В последующие дни девушке еще не раз пришлось сталкиваться с молодым человеком. Он с тех пор здоровался с ней, Арина же бормотала невнятное «Здрасте» и спешила поскорее прошмыгнуть мимо него. Постоялец занимал один из люксов, которые она убирала. Если бы девушка находилась не в такой тяжелой ситуации, работа доставляла бы ей удовольствие. «Большой красивый номер, с балкона открывается вид на сад и реку, можно на минутку присесть в кресло и помечтать, что ты сама живешь в таком великолепии». Но сейчас Арина очень торопилась и берегла силы, ведь ее ждало еще столько дел и не только в отеле. Что же касается гостя, Арина узнала, что его зовут Антон Полунский и что администраторша положила на него глаз, так как он был хорош собой и явно весьма богат. Нелли Викторовна то ли искренне забывала, сколько ей лет, то ли считала, что она все равно неотразима. Но в зрелом возрасте на лице уже отчетливо отражается характер. Если он у тебя золотой, как у Веры Севериновны, ты в старости будешь хороша той особой прелестью, которую называют красотой души. Но если ты злобная и высокомерная особа, которая любит унижать других, это непременно проявится в поджатых губах, колючем взгляде, да во всем облике. В общем, ничего у Нелли Викторовны не вышло. Антон игнорировал ее притязания и через неделю съехал. Тут уж и Арина вздохнула с облегчением. Видеть каждый день человека, перед которым ты, пусть невольно, но провинилась, было нелегко. После того, как номер освободился, девушке предстояла большая уборка. Нужно было и постельное белье сменить, и полотенце, и особенно тщательно вымыть люкс. И тут Арина к ужасу своему обнаружила в тумбочке портмоне. У девушки слезы на глаза навернулись. Да за что же судьба подбросила ей еще одно испытание? Ничего не оставалось делать, как идти к Нелли Викторовне. «Простите, вы не можете мне дать номер телефона господина Полунского?» Арина сама чувствовала, как неуверенно и робко звучит ее голос. «Тебе?» насмешливо спросила администратор, отрываясь от бумаг. «Зря губу-то не раскатывай. Такой мужчина, как он, на тебя и не взглянет. Радуйся, что он еще штраф платить тебя не заставил. Пожалел убогую. Иди вкалывай и не надейся, никаких контактов я тебе не дам». Другая девушка на месте Арины рассказала бы о находке, но вдруг не поверят, опять примут заворовку. И Арина промолчала. «Так что забудь его», резюмировала Ненли Викторовна, «и впредь запомни, что для постояльцев ты приложение к пылесосу и швабре и только. Не дай бог я узнаю, что ты кому-то тут глазки строишь и рассчитываешь понравиться». Вроде бы и говорила себе Арина, что ничто больше не заставит ее плакать, но от таких обидных слов на глаза снова набежали слезы. Единственное, что удалось удержать их, пока не вышло из кабинета начальства. Только тогда Арина разрешила себе всхлипнуть несколько раз и поспешно вытерла мокрые щеки. Вечером она рассказала о случившемся Вере Севериновне. От старушки у нее теперь не было секретов. Если бы не она, пропала бы Арина совсем. Сколько раз угощала ее Вера Севериновна своими фирменными пирожками с брусникой, наливала кофе и теплая чистая комната, в которую уставшая Арина возвращалась каждый день. Это значило так много. И в этот раз Арина не выдержала, постучалась в комнату старушки. Та с увлечением раскладывала пасьянс, но, увидев лицо девушки, отложила карты. «Что случилось?» поспешно спросила она. «Арина, ты такая бледная, не пугай меня! Может, накапать тебе корвалолу?» «Боюсь, что у меня новая беда». Арина присела на краешек стула и положила перед Верой Севериновной портмоне. «Вот, нашла сегодня в номере. Немного знаю человека, которому принадлежит пропажа, но его координат у меня нет. Пробовала их получить, но... Так что боюсь, что меня опять обвинят в воровстве». Вера Севериновна взглянула на девушку поверх очков. «А ты смотрела, что там?» спросила она. «Нет». Арина покачала головой. «Не открывала и не собираюсь». «Глупая, а вдруг именно там ты найдешь какие-то контакты, визитную карточку или что-то еще?» Арина ударила себя ладонью по лбу. Действительно, как это она не догадалась? Через несколько секунд вместе с Верой Севериновной она уже рассматривала содержимое портмоне. Целая пачка пятитысячных купюр и только ни визитки, ни клочка бумажки. «Ну что ж ты загрустила?» Вера Севериновна не отрывала взгляда от лица девушки. «Сумма большая, ты можешь заплатить свой долг хозяину отеля, а потом уедешь подальше, начнешь новую жизнь. Может тебе эти деньги судьба подарила?» «Ничего в жизни не бывает случайно». «Ну нет». Арина от волнения даже забыла о вежливости. «Я не присвою ни копейки, чужого мне не надо. Раз Нелли Викторовна не дала мне телефон постояльца, буду говорить с девочками, которые дежурили на ресепшн. Может быть они помогут выйти на этого неуловимого потеряшку. В крайнем случае я готова дать объявление в газету. А портмоне пусть полежит в вашей комнате в шкафу, можно? Если владелец отыщется, вы ему отдадите, вы же всегда дома». Вера Севериновна как-то загадочно улыбнулась, а на другой день, когда Арина собралась на работу, попросила. «Ты не задерживайся сегодня нигде, ладно?» «Хорошо», рассеянно сказала Арина, проверяя, положила ли она в сумочку проездной. Тем не менее, хотя просьба старушки и вылетела у нее из памяти, домой она вернулась довольно рано. Девушка безмерно удивилась, когда в восемь часов вечера в дверь позвонили. Сколько она помнила, к ужину никто не приходил. Даже на день рождения Веры Севериновны ее подруги собирались днем. «Открой-ка дверь», велела хозяйка. Арина послушалась и потеряла дар вечи. На пороге стоял тот самый мужчина, Антон Полунский, собственной персоной. Он принес торт. Круглая коробочка, шелковая ленточка, вежливо поздоровался с онемевшей Ариной и расцвел, увидев старушку. «Вера Севериновна, я всегда счастлив, когда прихожу к вам в гости, будто переношусь на много-много лет назад». «Ну, тогда я была не такой, как сейчас». Вера Севериновна произнесла это с легким даже кокетством. «Даже дома носила туфельки на каблуках, идемте пить чай, мои дорогие». Разливая ароматный напиток, Арина слушала, как старушка умиленно говорит, что «Антошенька не забыл, я больше всего люблю торт Прага, его и принес». Но Вера Севериновна была настолько тактична, что о молодом человеке сказала лишь то, что это бывший ее ученик. Подробности добавил сам Антон. У меня было трудное детство. Отец и мать оба пили, сколько я их помню, а потом мама вообще ушла из семьи. Отец на какое-то время завязал, даже сумел встать на ноги, помогал одному водителю-дальнобойщику, тот брал его в рейсы. Ну, а я был предоставлен сам себе. Учителя не знали, как к этому относиться. С одной стороны, им было меня жалко, одетый кое-как, вечно голодный ребенок. С другой стороны, я был лоботрясом и хулиганом, учился в основном на двойке, тройка была уже редкостью. Преподаватели мечтали, что моих родных лишат родительских прав, я окажусь в детском доме, и проблема сама собой решится, там за мной присмотрят, накормят, оденут. Насколько я знаю, Завуч уже начала хлопотать об этом. Но на мою защиту встала Вера Севериновна, причем она даже не была моим классным руководителем, просто учитель английского языка. И если другие предметы я знал на двойку, то ее английский на единицу. Но она приглашала меня к себе, вот как сейчас усаживала за стол, кормила, рассказывала что-нибудь интересное, и будто между делом мы учили с ней английские слова, потом из них стали рождаться фразы. Мало того, что Вера Севериновна встретилась с моим отцом, поговорила, потом они вместе пошли в магазин покупать мне новые вещи. А книги сколько я прочел благодаря ей. Сначала те томики, что давала мне учительница, потом пристрастился к книгам, начал брать их в библиотеке, и с учебой дело пошло на лад. Мне хотелось, чтобы обо мне больше не говорили, как об отчепенце, который ни на что не способен. Я решил сделать так, чтобы меня уважали. В конце концов, неплохо закончил школу, потом институт, занялся бизнесом, и недавно решил купить тот самый отель, где вы работаете. «С Верой Севериновной я давно не виделся, а тут встретил ее случайно на улице, поделился новостью». «Я ахнула», вставила старушка, «и сразу вспомнила про тебя, Арина». «Да, Вера Севериновна рассказала мне о том, что с вами случилось. Она уверяла, что вас напрасно обвинили в воровстве, а вы не смогли доказать обратное, и теперь работаете совершенно бесплатно». «Простите, я оставил портмоне в номере не случайно». «Это была как та горошина, которая позволила отличить принцессу от простолюдинки», добавила старушка. «Когда ты со слезами уверяла, что не возьмешь себе ни гроша, я сразу же позвонила Антону». «Таким образом, теперь я хозяин отеля, а с вас все подозрения сняты. Более того, я провел собственное расследование. Знаете, у кого прилипало к рукам? У Нелли Викторовны». Когда-то она была любовницей владельца гостиницы и, конечно же, привыкла жить в роскоши. А когда прошли годы, и она стала неинтересна хозяину, не нашла в себе сил, чтобы отказаться от богатой жизни. Очень удобно было свалить все на новенькую безответную горничную из детского дома и завладеть деньгами и драгоценностями. Это уже доказано, и Нелли придется отвечать. «А вам, Арина, я предлагаю стать моей помощницей». «Но я...» «Что же, только среднее образование, не специалист», бормотала девушка. «Самое главное, вы честный, порядочный и трудолюбивый человек, а работать нам предстоит много, отелю тоже нужно вернуть репутацию. Давайте сделаем его лучшим в городе, идей у меня хватает». За несколько месяцев Антону и Арине, которая стала его правой рукой, удалось сделать немало. Особенно тщательно они подбирали персонал, собрали настоящую команду, где были исключены склоки, интриги, попытки нажиться незаконным путем. Теперь гости отеля отмечали, какая здесь доброжелательная атмосфера, будто к родным приехали. Номера стали заполняться и дело действительно начало приносить прибыль. За это время между Ариной и Антоном зародилось чувство совсем иное, чем просто дружба. И когда молодой человек сделал своей помощнице предложение, она согласилась, не раздумывая. «У нас будет большой красивый дом», сказал Антон, покачивая любимую на коленях. «А веру Севериновну мы конечно возьмем к себе, ведь если бы не она, мы бы не встретились, мы оба ей обязаны нашим счастьем». с